И как в караоке, в конце секса будет показывать баллы, типа, сегодня вы набрали 75 баллов, типа, старайтесь лучше, потому что до вас был мужчина, он набрал 100 баллов. Так, здрасте, народ, привет, я рад вас видеть, круто. Я расскажу, у меня недавно был внезапный, ну, внезапный секс, ну, потому что он состоялся, и... А девушки, ну, она раздевается, у нее шрамы, понимаете? Она только куртка сняла, у нее шрамы. Ну, я испугался, я думаю, она раздевается, ну, потому что к этому все идет, или она просто хочет показать шрамы, типа, посмотри, ты же шаман, можешь вылечить, типа. Ну, а свидание само было странное, мы сидели, у нас было прекрасно, я провожу ее до дома, она говорит, не хочешь зайти на чай? Я думаю, ты такая, ну, мы с тобой три часа сидели в чайниках, ну, пили чай, и ты хочешь еще чая? То есть, у тебя дома был чай, и ты молчала все это время? Я думаю, ты что, короли в Англии? Ну, что, столько чая пьешь? Я потом понял, почему у нее в Тиндере написано «принцесса», понимаете? «Принцесса» Нури, ну, больше объяснений нет. Я не люблю предлог «давай попьем чай», потому что непонятно, это, ну, действительно чай, или что-то будет? Ну, ты зайдешь, она может сказать, типа, тебе какой чай, черный или секс? Ну, непонятно, понимаете? Я боюсь, что реально дело не дойдет, будем пить чай, к сожалению, да? Ну, потом она начнет мыть посуду, ты думаешь, сейчас начнется после посуды, да? Она начнет делать генеральную уборку, понимаете? А после генеральной уборки что-то уже неохота. Ну, как будто уже выходные прошли, понимаете? Типа, как будто вы уже семья, ну, уже неохота. Видели, ну, типа, лозунг или девиз презерватива «Дюрекс», ну, типа, «кожа к коже», видели? Нет? Никто не слышал? Вы не трахаетесь, как и я, да? Короче, у них, типа, лозунг «кожа к коже», а я подумал, а презерватив уже сделают не… ну, из латекса, понимаете? Тогда лучше говорить, типа, «кожа к латексу». Можно говорить «кожа к коже», только в одном случае. Если ты покупаешь презерватив, открываешь пачку, а там нет презерватива. И записка. Сегодня так, «кожа к коже». Реально, сейчас, ну, 21 век, типа, технологии на месте не стоят. И, знаете, потребность людей тоже. И мне кажется, скоро будет презерватива разные. Типа, сейчас уже есть цветные, да, вкусовые. Ну, я не пробовал, просто, мне кажется, скоро будет, типа, с будильником, понимаете? Типа, с музыкой. Или как в караоке в конце секса будет показывать баллы, типа. Типа, сегодня вы набрали 75 баллов, типа, старайтесь лучше. Потому что до вас был мужчина, он набрал 100 баллов. Короче, моего друга посадили в тюрьму на 8 лет. Не, можешь смеяться, там все по делу. И нефиг было ломать почтовые ящики, когда ты насилуешь с девушкой. И он с тюрягой мне пишет, одолжи мне денег. А я говорю, а тебе зачем? Он говорит, долго объяснять. А я подумал, блядь, в принципе, тебе дофига времени, нет? Ну. И, несмотря на это, знаете, он очень позитивный человек. Он всегда участвует в этих конкурсах, знаете? Сделай репост, выиграй путешествия. Типа, поставь лайк и возьми айфон. Ну. Я не знаю, на что он рассчитывает. Если он выиграет, ну. Что будет? Типа, на дворе будет 2025 год, да? Выйдет, придет на Комбинанский проспект. Не знаю, почему мы там видим больше айфонов. И он скажет, где мой айфон 4s? Ой. Слушайте, я себя часто чувствую тупым. Ну, бывает. Сидишь в компаниях, какой-то разговор и незнакомое слово проскакивает, и ты делаешь вид, что ты знаешь. И когда ты это сделал, весь вечер все слова, ну, весь разговор через это слово заметили? Типа говорят, коза, ты понял, что такое мандат? Я такой, да, я понял. Я даже видел. Ну... Нет, было другое слово. Мне было лет 19, я тогда не знал слова полюция. Мы сидим с друзьями. И в какой-то момент спрашивают, у кого-нибудь была внезапная полюция? Все ответили нет, но кроме меня. Я ответил да, потому что я подумал, что это полиция. Я говорю, да, с другом шли, была внезапная полиция. Они так же смеются, как вы. А я говорю, а что смешно, у меня с дядей тоже было. Я пойму, а что-то не так, мне надо погуглить, но при них этого не могу сделать. Вот я говорю, слушайте, мне нужно срочно отойти в туалет, сейчас вернусь. Иду в туалет, гуглю, понимаю, что такое полюция. И понимаю, что к друзьям уже за стол не могу вернуться. Хочу... Про полицейские. Ребята, давайте потерпим. Никогда в жизни не видел бегущих полицейских, понимаете? Я всегда думал, что они идут в комплекте с машиной. Ну, а недавно я видел, типа, бегут такие радостные, знаете, с улыбкой на лице. Как будто как птиц выпустили из клетки, мы полетели. Мне интересно стало, я тоже за ним побежал. Оказалось, они бежали за чуваком. Они догнали его. И у него оказалось, просто нет прописки, понимаете? И они дальше начали себя вести, как копы американских боевиков. Поймали, говорят, вы имеете право хранить молчание. Или все, что вы скажете, будете использованы против вас в суде. На что парень ответил, что, блядь? Я понял только хранить. Не храню. И кто-нибудь ходил в фильм «Джокер», все посмотрели. Да, смотрите. Мне друзья предлагали сходить. У меня не было времени, я не пошел. Потом собрался, и уже все посмотрели. Никто не хотел со мной. Мне нравится так думать, что из-за этого не хотели со мной. Короче, я один никогда не ходил в кино до этого времени. Ну, мне было стремно. Какие ты можешь комплексы? Я сижу, и я даже билет купил, знаете, на сайте, чтобы одного меня не видели на кассе. Понимаете, настолько мне было стремно. Причем пошел на фильм, я думал, типа, «Джокер, комедия». Ну, я думал, «Джокер, шутник, комедия». Ну, серьезно. Значит, прихожу, сижу, смотрю один кино, и понимаю, что фильм про комика, у которого болезнь, одинок. И я тоже ловлю себя на мысль, что тоже давно занимаюсь комедией, и я один сижу. И начинаю загоняться, понимаете? Все угорают, а я говорю, это не смешно. Мне даже хотелось сделать вид, типа, заказать вторую колу, второй попкорн, типа, создать, видимо, что я не один. Мне кажется, так бы усугубил ситуацию, типа, казался бы шизофреником. У меня на этом все. Хороший вечер, спасибо большое. До свидания. Просто ко мне недавно подошли туристы с бумажной картой, прикиньте? Причем они были долбоебы, они купили контурную карту. Привет, ребят. Смотрите, я давно встречаюсь с девушкой, и у нас, знаете... Ну, мы часто ссоримся, просто недавно мы хотели пойти в кино. Она не хотела грустный фильм, я не хотел тупой фильм. И в итоге мы решили посраться. Это наш любимый фильм. Мы его всегда перед сном смотрим, причем в разных комнатах всегда. И я почему-то на кухне всегда ночую. Очень странный фильм. И я всегда девушку называю кисой, потому что она, знаете, у меня вот эта кошка, у которой какашка к хвосту прилипла. Именно вот эта. Она у меня даже больше, знаете, деревенская кошка. Вот эта, знаете, которая шугается постоянно, которая в сарае грызет собаку, которая, знаете, за лето 16 раз родила. Вот эта кошка у меня. Просто мы так часто ссоримся, что вот даже когда мы не вместе, мы ссоримся. Понимаете, я просто иду один домой, она пишет мне в ВКонтакте, что идешь своей ебаной походкой. А я смотрю, походка и вправду ебаная очень. Она угадала. Сейчас в Яндекс.Такси такая фишка появилась. Знаете, если перейти через дорогу и сесть там, то так на 30 рублей дешевле. Я недавно перешел через дорогу, сел в автобус и понял, что такси вообще нахуй не понадобилось. Просто долго мне Яндекс будет давать задание. Типа так, перейди через дорогу, сделай сальто и обосси машину таксовичков. Просто очень странно. Давно ехал в такси за 40 рублей, и мне было так стыдно, что я просто сел и не дышал. Я вот ждал, что в любой момент таксист повернется и скажет, а теперь соси. Я бы отсосал, чтобы узнать, на сколько, 5 звезд или 4. Был ли я вежлив, опрятно одет. Давно сел на эту машину, и там был, я спросил, чем занимается водитель, и он такой, ну вообще-то я не таксист. Я ему, ну так-то и я не пассажир. В конце не заплатил, вот что. Смотрите, сейчас была странная ситуация на улице. Я шел, на меня шел чувак, я пошел влево, он тоже пошел влево, он тоже пошел вправо, потом мы врезались и стали сосаться. Было очень неловко. Но была еще одна странная ситуация, ко мне пошла девушка, у нее был телефон, и она спросила, как пройти, и дала телефон, на котором навигатор четко показывал, как пройти, понимаете? Поэтому все, что я сделал, нажал вперед и отдал, и вот это было так просто. Я хочу, чтобы всегда так было. Знаете, чтобы ко мне подошел человек, такой, не подскажу, сколько время, на моих часах. А у него огромные часы с вокзала. Там все видно. Просто ко мне недавно подошли туристы с бумажной картой, прикиньте? Причем они были долбоебы, они купили контурную карту. Поэтому нам пришлось сначала все закрасить, отметить, где добывается уголь. Только потом мы разобрались, ребят. Очень сложно. Просто, ну, люди на улице, это не те, у кого нужно спрашивать, знаете, что-то. Потому что я однажды спросил, и мне сказали, я ебу собак. Я такой, нам не туда точно, нам не в ту сторону. Так, смотрите, я... Я когда пополнял сегодня подорожник, ну, проездной, на 100 рублей, я сказал, 100 рублей, она такая, сколько? А мне посылали, сколько, блядь, нищеброд? И я такой, 200. А сам думал, где я найду эту сумму, понимаете? Где? Ладно, у меня все, ребят, спасибо, спасибо. Моя прабабка всегда говорила, вот чтобы в семейной жизни все было хорошо, у мужика должны быть пустые яйца и полный желудок. Всем привет. Говорят, с лица воды не пить. Был у меня один бурят. У него было такое лицо, тарелочка, что почему бы и не выпить? Сходство с тарелочкой было такое сильное, что я его несколько раз бросала, собака в зубах потом обратно два раза приносила. Я переехала в Питер, у меня дела в гору пошли, а я внизу осталась. В 2000 году группа «Вирус» пела песню. Все пройдет, скоро все пройдет, подожди немного, и скоро станет легче. Сейчас 2019 год, и у меня вопрос, а сколько еще ждать? Мне кажется, что скоро солистки не будет. Она пройдет раньше, чем все остальное. Сейчас в моде феминитивы. Это когда к мужским профессиям добавляется женский род, знаете? Типа архитекторша, врачиха, камикеса. Мне кажется, их придумывают какие-то пидораски. У меня есть парень, он очень классный, похож на Брат Пита. Разведен, шесть детей, тоже не русский. И у моего парня врожденная патология. У него отсутствует ген, который отвечает за нормальные комплименты. Недавно сказал мне, ты очень полезная. Полезная. Что значит полезная? Я не даю молоко, не несу яйца. Хорошо, хоть скотиной не назвал. Во мне нет никаких микроэлементов и витамин. Если это единственное, почему он со мной, то я переживаю, что он мне бросит ради чая с ромашкой. Потому что, объективно, чай с ромашкой по некоторым пунктам лидирует. Вот дед у меня, он мастер комплиментов. Бабушка недавно чуть не умерла, лежала в больнице. И когда она пришла в себя, он подбежал к ней и сказал, мне только что звонили из рая. Сказали, что от них сбежал самый красивый ангел. Но я им тебе не выдал. Мы с парнем встречались на состоянии очень долго, пока у меня было 300 бесплатных смс. Потом перешла на новый тариф, пришлось съехаться. Сейчас живем вместе, у нас все общее, постоянно решаем какие-то общие проблемы. Единственное, что смущает, до того, как съехались, никаких проблем не было. Обедом ни с кем не делилась, от алкоголизма не лечилась, не чистила унитазы, запачку сигарет. все ехались, как будто кто-то сглазил. Моя прабабка всегда говорила, вот чтобы в семейной жизни все было хорошо, у мужика должны быть пустые яйца и полный желудок. У меня вопрос. Мне нужно готовить? Или это как-то... или это как-то взаимосвязано? Ну и напоследок поговорим о проблеме. Сейчас презервативы дорого стоят. Мне кажется, что скоро их можно будет дарить формулировкой «Это тебе на Новый год и на 23 февраля». У моего парня это самое дорогое из одежды. Поэтому не удивлюсь, если на следующую встречу выпускников он придет только в нем. Поэтому мы давно... Поэтому мы давно предохраняемся воздушными шариками. Это и дешево, и особое ощущение праздника. Всем спасибо. И просьба небольшая. Позвони в ремонт наушников, скажи, нихуя не работает. Привет. Да, я тебя слушаю. Извини, хлопали люди просто. Что, занять миллиард рублей? Да, я смогу скинуть тебе. Все, хорошо. И просьба небольшая. Позвони в ремонт наушников, скажи, нихуя не работает. Все, давай. Привет вам теперь. Привет, привет, народ. Привет, привет, привет. Ой! Что это вы? Как, все хорошо у вас? Все нормально? Никого не обижали? Влад был хорош? Любезен? Это очень важно. Мы потом пиздим, если что, если вдруг. Если выступают жалобы, мы ебашим ведущего. Все очень жестко. Колим его. На вокаином. На его ведущем. Так, я человек не лживый. Искренний. И сразу вам признаюсь, я очень люблю русский мат. Говорю вам это честно, положа руку на хуй. Я мат сравниваю с алкоголем. Есть крепкий алкоголь, как водка, да? Есть крепкий мат. Такой как хуй. Чувствуете? Там спиртом в нос дал, да? Иди на хуй! О! Стопарик бахнул чисто, да ты? И нах, пошел. Все понял сразу. Есть пиво, да? Это блядь. Чисто блядь-блядь вечерком. Это же неплохо совсем, да? С чипсами блядь-блядь можно маленечко. Есть алкогольные коктейли, да? Которые не понимаешь, что пьешь, но маленько чувствуется алкоголь. Слова типа, как шароебица. Вообще непонятно, что такое, но мат чувствуется маленько, да? Там есть немножко так. Но есть моя любимая категория — это безалкогольный мат. Это который вообще не чувствуется. Он спрятан в такой фразе, к примеру, есть фраза такая «В душе не ебу». Это мне? Спасибо огромное. Какая фраза клевая. Это как песня какая-то, да? Прям лепс ее должен петь. «Я в душе не ебу». Просто песня какая-то. И согласитесь, ну два разных понятия абсолютно. Если меня спросят, «Семен, где ножницы?» Я отвечу, «Не знаю». Я могу нарваться на «Точно не знаешь». А вот если я отвечу «В душе не ебу». Люди поймут, что я даже примерно понятия не имею, где ножницы. И нет смысла еще раз меня спрашивать. И у меня есть товарищ, который имеет очень странный фетиш, безумно странный. Он водит на свидание девушек только в булочные. Такой вот пекарь получается. И он там их разводит на секс в туалете. Без прикола, он говорит. Но у него есть табу, он в буше не ебет. Я в душе не еб, чем он в буше не ебет. На той неделе его видели, как он с другом заходил в шоколадницу, а это снащили. Очень плохо. Я не знаю, странный человек я или нет, но я недавно дал имя своей козявке. Не то, чтобы она сейчас дома у меня ошивается, как домашний питомец. Как это было? Я лежу в ванной, ковыряюсь в носу. Обычное дело. В воскресенье, хороший день. Могу поковыряться в носу, я свободный или нет. Ковыряюсь и достал козявочку. Такую миленькую. И пытаюсь ее скинуть в раковину. И... И нихуя не происходит просто. Я думаю, ну ты чисто Том Круз, блядь, из миссии невыполнима. Зацепила за палец, просто блядь, фш, 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 ни хуя не уйду от тебя, никуда я. И ты поначалу, еще я просто в одну точку пытался скинуть ее в раковину, а потом уже наплевать, просто блядь, куда. Блядь, отстань от меня уже, мне страшно стало. Она уже начала просто как в заложниках меня держать. Я думал, как я человек-паук, черный павел, так просто меня всего захватил, я был человек-козявка. Мне стало страшно, я взял салфетку, вытер ее, открываю салфетку, а там ничего. И записка. Вся твоя семья в заложниках. Я охренел просто. Том Крузик. Так, мужчины, вопрос очень важный, и ответите честно, если вы честные мужчины. У кого дома есть пара подштанников? Похлопать, у кого есть. А есть кто сейчас в подштанниках? Похлопайте, есть хоть один человек? Причем женский голос такой. У-у-у, это я подштаника! Подштаники. Я вообще понял, почему мужчины не так любят подштаники, потому что название слишком гейское какое-то, нет? Подштаники? Штаники? Штаники, блядь? Ты семиклассник придумывал название или что? А че? Че не подштанишки, блядь, тогда уж? Можно было че-то более гейское, типа там поверх трусики, вот так, чтобы никто вообще не надевал никогда подштаники эти? Есть же, допустим, красивое название вот кальсоны. Блядь. Кальсоны. Подштаники, блядь. Если ты, ну, в кальсонах видно силуэт пениса. В подштаниках видно силуэт обосранных штанов, блядь. И колени ужасные. Тут, блядь, жаркое какое-то, просто рагу, блядь. Просто отвратительное зрелище. Если ты, ну, с девчонкой дома, и ты в кальсонах, ты снимаешь джинсы, показываешь ей кальсоны. Мол, гляди, какие кальсоны у меня есть. Если ты в подштаниках, ты снимаешь сразу и джинсы, и подштаники, и поскольку ты завтракал в KFC, трусы тоже за один раз. Чтобы дичь не спугнуть, а то вы такие. Этот карман, блядь, на подштаниках, вот он, он на хрена нужен, вообще этот карман на подштаниках. Это что за лесть мужчинам, типа, блядь, ты зимой, да, из трусов, из подштанников, из джинс, огромный болт свой выволочишь, положишь, пойдешь курить пока, покуришь там, что-нибудь сделаешь, возвращаешься, член сматываешь и обратно его. И удобно, кармашек, удобно очень. Я один раз зашел в ТРК, в туалет, в галерею, и я вижу, там стоит мужик, ну, парень, наверное, лет 25, наверное, и у него рука по локоть, блядь, в подштаниках выйдет, и просто он что-то ищет, в глазах таскал, блядь, он просто, где, 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 я говорю, вот ты что, ты же мне дал, ты забыл, что ли, на, держи. Если вы посыте из этого кармана кальсонов, скорее всего, вы все посыте, вот что будет. И кальсоны автоматически станут подштанниками. Но самое главное, чтобы яички были в тепле, правильно? Потому что все же хотят хороших детей, правильно? Я не видел ни одного мужчину, который хочет ебаного ребенка себе. Типа такого лоха хочу себе, блядь, блядь, так он, сука, он прям долбоебый такого, ломо хочу себе. И он такой, когда кончает, и он типа не первых сперматозоидов пускает, которые лучшие, он их убирает, и под конец говорит, давай, вот они, вот они, вот они пошли, да, ой, рыжий, ой, да, рыжий, я чувствую, мерчендайзер лезет, давай! Мы все хотим чемпионов. Хорошего вечера, пока! Смотри выпуски Центров Стендап и Стендап Спешл на канале Enter Showman. Не забудь подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok